Доброе утро, отец Дмитрий. Здравствуйте, батюшка. Доброе утро. Скажите, а какие действия, помимо богослужений, вы предпринимаете у себя на приходе? Может быть, какое-то социальное служение или евангельские округи? Социальное служение в Германии на самом деле не особо оно требуется, поскольку этим занимается государство. И если оказывается социально незащищенным, то кто-то о нем берет именно государство. И это, конечно, одна из важных составляющих жизни немецкого общества, потому что каждый человек живущий понимает, что он в случае чего никогда не останется один с самими проблемами. Но это не исключительно необходимое решение, потому что часто люди нуждаются все равно в каком-то душевном общении, какой-то духовной поддержке. И, наверное, очень важным является необходимость чувствовать свою принадлежность именно к русской православной традиции. Поэтому, скажем, дети, да, они ведь большинство, они родились в Германии. И Германия родилась к родине. Но родители хотят, чтобы их дети не забывали русский язык. Поэтому у нас обязательно идет посредственная школа, идет только на русский язык. Вот как раз благодаря тому, что вы из России приехали, у вас замечательно получится отразить культурные особенности, особенности ментальные, особенности русского православия. Вот о чем мой следующий вопрос. Смотрите, существует определенный набор позитивов, негативов в жизни за рубежом и в России, в церковной жизни в том числе. С какими трудностями сегодня сталкивается ваша община и вы лично? Ну, конечно, наверное, одна из главных трудностей для приходов, особенно, скажем, для епископии и вообще приходов, которые находятся за рубежом, это помещения для богослужения. Потому что эти помещения хотят чаще всего арендовать. И это, конечно, очень большая сложность. Это сопряжено с определенными трудностями и проблемами. И именно храмов типовых, их можно буквально посчитать на пальцах одной или двух рук. Поэтому вот это, наверное, одна из самых больших таких трудностей. В Германии, по последним данным, при населении 85 миллионов человек, двух, а даже трех миллионов человек, это, в общем-то, люди православные. Но это православные не только так русскоязычные, но это и сервики, и румыны, и болгары. И поэтому многие люди, когда приезжают сюда, и тут здесь они пытаются не только интегрироваться в само немецкое общество, но и отказаться иногда от своих каких-то корней. Очень часто потом эти люди осознают, что, возможно, они не совсем правильно расставили какие-то приоритеты, не совсем правильно расставили варианты в своей жизни в Германии. И потом даже порой такие люди возвращаются. Знаете, хотелось бы, осец Дмитрий, задать вам такой вопрос. Вот вы имели возможность пожить и послужить в России, и пожить и послужить в Германии. А чему вы бы посоветовали российскому обществу, российскому православному обществу, российской церкви поучиться у Германии? Ох, это сложный вопрос. Наверное, то, что называется по-немецки «Орнут музей», порядок должен быть. Я бы сказал, что здесь люди, наверное, больше ценят церковь и церковную жизнь. Для них это, в общем-то, единственным связующим фактором с их исторической родиной. И они гораздо больше. Вот, скажем, да, пример того же локдауна, который в Германии был очень жестким и очень строгим. Он длился практически года. И это было очень непростое время, потому что там в России, я знаю, там это было два-три месяца. А здесь это было полнота, и были очень серьезные ограничения по посещению богослужений. И, скажем, даже в нашем регионе был введен асаданский час, и мы на эту Пасху не могли служить ночью. То есть я впервые в своей жизни совершил пасхальные богослужения утром, в день Пасхи. Вот. Но когда я разговаривал с людьми, с прихожанами, и говорил, что вот, ведь это было непросто, да, то есть пасхальная ночь, когда мы знаем, что должны быть на богослужении, а мы сидим дома. Они сказали, батюшка, а это вот, скажем, даже очень, потому что мы почувствовали вот эту ценность, как это для нас важно, мы стали больше ценить. Ну да, и в следующем году с большей благодарностью ночью послужите, конечно. А вот в завершении нашего замечательного разговора хочется услышать что-то про Санта-Клауса, ведь это святой, который объединяет наши народы. Скажите, какое происходит почитание небесного покровителя вашей общины? Ну, вообще, конечно, Санта-Клаус – это святой, который вообще считается покровителем Германии. Здесь очень много общин, как католических, так и евангелических, которые почитаны этому святому. И поскольку и наша община, она тоже включена в честь святого Николая, то для многих прихожан это как-то особенно дорого и трогательно, особенно для тех прихожан, которые являются немцы, техническими немцами. Потому что святого Николая, хотя, конечно, правде отдать нужное, в немецком обществе, которое, в общем-то, общество секулярное, в этом обществе чаще всего Николай просто воспринимает такой сказочный персонаж, который, в общем-то, не имеет никакого отношения к реальности. Отец Дмитрий, спасибо большое за этот колоритный рассказ. Спасибо большое. Хорошего утра вам и вашей общине. Спасибо, Господи. У нас в гостях был протоиерей Дмитрий Соболевский, и настоятель прихода святителя Николая в городе Раттинген. Субтитры создавал DimaTorzok